здравствуйте уважаемые зрители с вами студия рхаб и сегодня у нас внезапный такой относительно внезапный матч нижнего дивизиона южной америки встречаются крюмейт с инфинити esports у микрофонов mailstorm и gg с привет привет ну что начнем с драфтов или начнем с статистики команд в турнирной турнире в турнирном турнире можно начать со статистики действительно потому что ну как бы регион все-таки наверное один из самых наименее интересный я бы сказал второй дивизион случае один из самых не наименее интересных в любое любом регионе но действительно очень хочется посмотреть что у нас по статистике что же у нас по статистике так но инфинити имеет 31 причем обыграли относительно топовый коллектив в этом дивизионе но 900 а кремец имеет 13 и почти никого не выиграли ну я думаю коэффициентом скорее всего говорят да об этом что инфинити сильный фаворит по драфту у них также неплохо мне кажется хотя у кремейтс вот интересный open да вот метовый очень шейкер и пак очень хороший противой спирита того же оба ловит его у нас к сожалению с коэффициентами некоторые сложности потому что непонятно в общем короче непонятно что по коэффициентам я пока не вижу этого матча но в целом да тут все должно быть ясно бы до игры с точки зрения предматчевых раскладов ну кто знает может быть это сюрприз нам преподнесут ребятки и чем до нас удивят ну правильно южная америка мы всегда готовы увидеть драку бой хоть переворота перевороте вот вообще вот знаешь интересно отметить что кремейтс она не относительно хорошо за драфтами кажется то есть вот чтобы аутсайдер выиграть фаворита надо именно хороший драфт сделать идейте в свою очередь микрос не очень сильно допустим линия гримстро курса как бы нормально но мы еще не видим оффлейнера у кремейтс у них есть вот кремать вообще очень сильно метовый герой и в россии до универсальный посадим кири очень сильный пак шейкер котов все очень много пикается странно что они забанят всех героев но его спириту уже сложно играть и прочь пак и против шейкера тускар какой-то относительно редко пикает 4 но кто знает может на финте просто очень сильно на нем играют поэтому значит вот слабых регионах зачастую играть не прям до сигнатурные герои очень сильно себя показывают ну поэтому в общем друзья да извините на секунду перебил пока что у нас вы не видите на экранах коэффициенты на этот матч но наши друзья из gg bet уверен на своем сайте если еще не запилили то обязательно запилят матч я вообще так понял что этот матч какой-то такой у нас вынесенный ну то есть в один матч до всего-навсего перед матчем верхнего дивизиона ну так или иначе да в общем можем продолжить наверное по драфту рассуждение у тебя так хорошо получалось я оценил я оценил надеюсь чат тоже оценят вот ну что ли шаг на ласпик у них и это очень похоже на пост ну афлейн пока может быть измера флэнди шаком не очень хочется играть против урсы а пак вот может быть на арбе уходить будет если цеплять его будут то есть это инк своего того же грим строка можно уйти и шагер сам может но пристанет ну и сложно вообще целом на урсе пак убить поэтому если у них овлене хорошо играет на паке то я думаю это выглядит сильно ну или шаг миди против спирита также неплохо лени то есть рейндж против мили плюс довольно много дэмэджа имели шаг в линии то есть молнии стан можно брать наверно не стоит брать диаболики против спирита то что у него физ дэмэдж был очень щит ну как посмотреть с другой стороны диаболик же он если не брать во внимание войд спирита то он поможет подпушить потом пойти куда-то на нижнюю линию в данной ситуации скорее даже на верхнюю линию и запушить там что-нибудь андерлорда добавляют вот такой драфт у нас получается таз грим строк войд спирит с одной стороны урса и андерлорд с другой стороны котл в калиш рак шейкер пак вот так вот так но вообще по моему опыту андерлорд не прям но он в теории хорошо должен лени против рискинга но от линия кота в рискинг мне кажется но может быть очень мощный там просто постоянный иллюминейта сдувается под каждый стан века допустим и как не не может от этого последствия но андерлорд пресс-кинга хорошая тычка с помощью крита и поэтому крепится ему легко против андерлорда я думаю скинг может легко выйти очень даже большим в этой линии и в миде по идее у них хорошо вот ту кремес реально хорошо задрафтили с позиция аутсайдера в этом матче и может мы что-то увидим интересное но как я понимаю инфинити могут на скиле просто переехать судя по их результатам по отношению к их оппонентам я ожидаю что тут логика драфта может не сработать и инфинити спокойно возьмут переедут и пак и шейкера может вообще шейкер потеряется в игре как-нибудь его там поймают или у него ничего не будет получаться да но матч конечно очень важный потому что у нас есть горелла спрайт команда которая со статистикой 2-3 зависла где-то между и с такой статистикой ну скажем так им нужно там еще немножечко и они останутся во втором дивизионе ну и вряд ли уже в первые попадут с тремя поражениями но вот 0 900 хаккори инкубас и инфинити имеют всего-навсего по одному поражению и статистику 41413131 учитывая что борьба идет за верхние два места это очень жаркая борьба будет 100 в то же время крюмейтс инверс и мэтт кингс имеют 3 4 и 4 поражений горелла спрайт тоже 3 у нас вот как бы поделилась вот эта группа на две части где есть явные аутсайдеры явные фавориты с точки зрения уже турнирной ситуации то есть одни больше думают о том как бы им еще выиграть и попасть в верхний дивизион и там еще иметь хорошие призовые там еще иметь возможность куда-то выйти а другие в свою очередь как бы и выжить и не выпасть ну поэтому если эти спорты обязательно надо побеждать свой матч больше стоит мечта они первый матч самой группе проиграли команде который сейчас у сайдеров полосите потом выиграли про сильные команды и сейчас обязательно нельзя проигрывать вот прямой потому что их должно быть как раз плюс одна победа за борьбу в за топ-2 ну атаку не будет 14 какую инверсу маткингс 04 они там будут прям в ужасном положении вот ну что еще стоит мечтой мечтопа кстати мид идет то есть лишак оффлейн очень редко сейчас такой пикается это были было больше как это в прошлых патчах но может команда в прошлом патче играла этим и в это очень нравится не то есть и в этом и который получается это вообще линия допустим лишак ес слабая на самом деле потому что если он подставляется и на решаке под урсу или гримстрок он скорее будет умирать по код имел escape уйти а лишак не имеет и если есть куда-то шел и последствий суры скорее это будет смерть что вообще герой не имеет никого эскейпа видимо решили что пак хорошо закрывает воя да по игре можно дать ему мид поэтому ну посмотрим ну да пак целом в миде хорошо будет стоять против эспирита и по игре очень сильно закрывать дремкойлом в целом для его спирита сложная игра если так подумать и мид тоже не очень приятный так шейкер туда отрезал крипов одного выпустил вперед быстро довольно погибнет курсы еще и блочит и не то есть вообще пропушится в миссии ну получается ну да будет как бы средства крипы в итоге четыре против трех и поэтому но это все хорошо шейкер делает а вот сейчас второй блок наверно тоже принципе не мне кажется странно одного выпали в итоге или нормально но урс очень сильно заблочил своих крипов в итоге они встречаются где-то чуть ли не ближе к радиантовской вышке здесь будет проще как-то с урсачом бороться с точки зрения того что он вряд ли сможет побежать куда-то за для шагом далеко в миде пак пока что отличное начало вот теперь это чуть посложнее сейчас посмотрим дальше справиться ну и снизу котл вк вот это вот знаменитая комбинация с вк всегда есть ману вк перезаряжается крит кстати говоря за счет чакры очень удобно всем два крита вписать на линии довольно сильно так тут шейкер добивает крипасиков и дима ранджевичков ну короче стандартная возня на линиях пока без особо каких-то преимуществ так далее как даже не зовут на какую линию даже будет вот интереснее смотреть я все думаю какая линия может как раз создать какую-то драку или какие-то убийства может боте потенциальному киду без на торт узкар андерлорд как то не очень сильно комбинируют 1 тактим а другой андерлорд как бы он особо не падает под тактим не играет тоже вот странность от узкар андерлорд и в топе номер в топе до сам интересная линия будет там лишь шаг которого можно поймать и убить и срок пока имеет 1 3 . как раз такой сетап под убийство шейкер пока не уходит в топ линии спокойно секрюсу о лишака мне кажется если он идет сразу умрет вот все могут поймать и грим строка и столько агрессивно играется половина всего хп и ровно стоят и пак его спирит то есть никто не приседает но и такой скилловой line-up если оба знают как стоять линию то принципе там наверно ровно будет прикрепиться в спирит очень неприятно в принципе у всех пока все хорошо наверное да кроме лишака вот он не дофармливает много крипов 4 1 всего имеет ну и набирает ну и не играть диаболиками берет первый трейсий суши ну это тоже так сидел отчет он там не особо 71 то есть андерлорд поджал да он как-то стоит так скромненько сейчас что-то добьет конечно из этой пачки но в любом случае у оппонентов крипстат поинтереснее а он еще и крит улю не взял интересно вот дал берет станции вот я не как-то не очень активно будет но еще дает мире до кода который 7 грибов уже украл это обычная схема того что фото обстоянного тебя крипов ворует в линии этот раз два он и проведял крит то есть крит всегда помогает очень легко убить крипа если у тебя вдруг какая-то такая пограничная ситуация тем более просто дороги которые тебе минусуют девочки ведь неплохо иметь крит даже чуть не на первом левеле не взять у лишака проблема урса бежит на урсу закрывают лишак просто делает телепорт и фласки сейчас отопьется да странный момент и сейчас еще и вк погибает в итоге на фб странный момент в том что ну можно говорить о том что но это же профессиональные игроки в доту да зачем им крит чтобы добивать крипа неужели 70 урона и топориком нельзя добить крипа но речь-то о том что против тебя еще и оппонент у которого тоже урона довольно много и тоже есть топорик поэтому конечно крит помогает здорово так здесь у нас войд спирит вкачивает диссимилейт помогает ему вернуться добить крипа задоняет паку перезаливают маны пока что короче какая-то такая довольно равная игра без особого преимущества но немножко дайр начинают поджимать на лейнинге скажем сейчас я как укачу терпит до выка вообще терпит андерлорда и коту как-то не помогает в итоге потом просто ну застилю какое-то количество крипов у него и бросила на линии дорожный итоге стоит спокойно один довольно уже такой толстый у него еще ботал либо что ботал сейчас тускару передаст тот пойдет баунти заберет тоже ресурс установит и в рейтинг как-то ну сложно ему стоять линия получается и крипов у него тоже довольно сложно убивать андерлорда набирает себе кучу дэмэдж за счет пассивки и мне кажется может очень комфортно погоня за котлом решил даже вот так вот покатиться тем временем лишака забирают ну так тиму уже нет лишак кот убегает лишака да сверху забрали по баунтиру нам ситуация 3 в 1 дайр обокрали своих оппонентов ну вот как то так куда вы чувствуется все-таки команда которая сильнее скиллов вот они сразу с линии даже начинают их доминировать вроде пик не самый какой-то прям именно победный для ней но чувствуется доминация не зря у них 31 команда оппонентов 13 посмотрим во что это выльется можно в принципе на на торсе переключиться здесь все очень хорошо у коров до турса огромный имеет рейндроп и ботинок вообще 2 800 у него что-то еще есть может курить что-то идет что куда это уже у него есть в общем прям колот пока шейкер готов уворачиваются да очень неудачно здесь получилось надо бы как-то что-то как-то очень все криво ну blind and light и нет понятно что у льда нет в итоге разорвать ремкоил не получилось еще и пак и грим строк забирает вообще еще и курьера его забирают ну это просто минус дремкоил минус пак минус все ничего не сделали грим строк зарабатывает фраг сейчас еще пошел постилил маленьких крипов идеально одного оставить ну-ка мне все захотел забрать может было оставить одного чтобы паку в следующий раз он пришел у него грипов не было нападение на вк летит баг у него нету льда но очень больно здесь андерлорду который не прожимает не фэри фаер стики у него вообще лежали почему-то в этом сташе ну и будут забирать на рту скара или нет приходить перед нападать ультимейт хороший смелый много урона бресткин почему остается но чет как-то так себя твой спирит попытку здесь 13 часов просто уничтожит 1 у всего всех игроку нет вообще все все взяли и так смотрю возвращается андерлор ну ладно вы спирит хотя бы не верну это было печальность фонумер ну и надеюсь перед он пришел так ничего не сделал нужно тут скар принципе выжил до умер только андерлорд но я-то андерлорд очень агрессивно сыграл понимаю что потенциального пока есть т.п. но если так еще думать об игре то у хорста просто супер огромная супер фрилейн имеет против этого не шага вода ли шаг по 3 конечно закрывающий то есть они же видели усу правильно вот и бегали шага чтобы пытаться закрыть урсу линию очень сразу и в итоге лак тратят риф но есть арба ну да у его сорт довольно поймать обычно пока можно ставить новость перейти только через you и ремонт поставлены так все-таки слишком сложно тем более ремонт всего лишь в один ну тускар тоже его никак не ловит вот так вот и урсы получается уже первых 4 в качество просто покончно будет отфармить в лесу набьет себе бф пойдет бить тройку и шоу и очень много творче будет иметь т.к. вообще не может никак угнаться у него одни призывы пока скелеты в 3 взятые то есть он будет фармить пытаться что-то набрать и причем надо буквально раз сначала рам лет не какой-то посреди сыграть то что он ну просто темп не вывезет их спушат да че-то тут вообще грустный вк не хочется быть таким бресткингом в игре хочется быть большим богатым рейдер пытаться убивать а тут тебя дает underlord котов всех крипов забрал и что делать в этой игре это прям совсем никуда не годится в то время как курса вражеский 4 400 имеет все он действительно быстро доберется до бфа страшные вещи могут начать происходить выход выход куда на пака пак тратит арбу и не решаются выйти на бак и в итоге идут дальше на треугольник треугольники никого нет спускаются вниз находит лишь рака шаг подрубает диаболик но чё-то как-то ему не помогает это его забирают довольно уверенно ну смоуганг реализован underlord вообще стоит 12 это наверное самая печальная история потому что ну когда один герой против твоих двоих вот так вот начинает пушить понятно что котл здесь отбивается котл то крипов толком даже не забирает из-за своего иллюминейта этого дурацкого который не добивает крипов а делает их код сынами и выход на вк вк все-таки в радик пошел он привет у него есть поинт есть поинт по дурке можно сейчас разменять какой-то дать тп например на паке а то пак убили пак убили да пак не смогли тп большом аж по вражеском лесу его убили интересно как-то так вышло пытался что-то сделать его затоптал урсач то есть это еще такой ассист для урса которого и так все здорово еще и замечательный предмет который немножко помогает покрепиться да в принципе чипит вас очень даже неплохо при том что у нее есть кольцо и он не страдает по хп этим и нужно какая-то после отмазки например как раз чипит вас ускорит его фарм и то что он играет через айзер шоу которая уешней потом котла будь убили котла убили да это как раз под катапульту все происходит то есть теперь катапульта будет спокойно избивать вышку андерлорд зафармит вражескую катапульту аркейн ринг что вообще маны не кончалась можно было фаер штормом тут поливать бесконечно стягивается сюда урса ну стягивается скорее потому что наверх сейчас придут враги там можно просто умереть а снизу можно помочь забрать вышку остаться здесь фармит леса все будет отлично тем более в миде тоже кстати говоря вышка с дд он его спирит разминает а где там враги вообще где кто-нибудь тем помешает в каплю да приходит если вы канала до обязательно дефать нельзя просто как давать но например понимать на верстеньке что он точно не тот кто должен зачем пришел и тогда время так потратил да он понимает и сейчас команда не поможет не за дефицит вот эти вышку его потом в тройке начнут давить уже просто понимаешь что ему очень плохо будет уже нажимать смок инфинити и будет выходить наверно в него как раз да они видят его это общий день увидел он увидел но он уже нацелился на котла и в итоге котла забрали но вы кота особо не легче но вот хорошо он не погиб уже все равно тратит тонну времени на то что куда-то там идет в этот момент еще и курьера сбивают паковского и пока видит и вар до сих пор стоит вот сейчас воли шаг пытается сломать из гринкойл на 1 питов малис на паку пока вообще ничего нету может ваншу лишь рак подрубает пульс новый нормально может раздать правда в андерлорда к сожалению лучше к ходу дефайнс он даже не нажал но он нажал в конце когда лишь шаг уже умер то минус лишь рак он решил показать что насколько он еще был силен я тебя убил даже тут не нажал и пака еще забирают который остался на тройке вк в этот момент шоке снизу отфармливает что-то там ну а здесь урсы бф то есть вот 6 800 на 4 400 и одному еще собирать на радианс порядка двух с половиной тысяч а другой уже вовсю фармит и сейчас пойдет тройка с эншентами чистится ой 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 у с собой очень огромную ты где на это уже чувствовать просто но они сами делают себе такую неудачную игру тем что делать для шака 3 слабая очевидно оффлейнер тем более он стоит тоже с слабой позиции 4 в линию с не сильно но вообще никак не ничего не делать в линию тем более с лишаком он его никак не ну кого можно подсевить и все он никак не можно прячь как бы вражеского героя никак не может пойти похитоваться с пост 5 особо и они просто этим пиком если в общем про превратичная стоять пешиком бедный вк ну его который просто котово весь фарм забираются имели именно этими в итоге наверно не весит там половину до допустим их перевод который специально мог века забрать убивать котла меди уже тут просто бегает вот теперь делать что хочет там кто-то что-то фармит лишь рак через трики забирает вышку сверху шейкер обнаглел совсем уже скоро блин будет ну короче не хватает пока ресурсов у инфинити наказывать везде своих врагов приходится определяться скажем убить ну да пока вот так но это это продлится до поры до времени в какой-то момент такие герои как воид спирит и андерлорд со своим дар кривтом они будут наносить непоправимый урон хотя и так на самом деле 210 6000 преимущества и так все плохо или хорошо в инфинити или хорошо инфинити делайте пайп на андерлорде в целом по час очень дорогой но понимаешь собрать флака или шака надо обязательно сделать его по игры в за и сейчас такой стандартный андерлорд с кучей бафов взял фаршторм грижи с кейн ринга муса играет был кстати парень на все шарики что делать и не качает талант в десятом выходит именно во все спел и сейчас могут его найти или он может найти котла ну типа его нашли допустим окей что дальше они могут пробовать его убить они такие проекты фельдшага чем путь не отдал неожиданный килл да хороший фраг но армс мягко говоря заснул как или шаг сейчас например который решил что хорошее решение остаться на месте где только что убили урсу и куда выдвигается вся команда оппонента в итоге хороший фраг превращается уже не такой хороший размен занимается этот плацдарм ну пушить конечно будут 3000 лет инфинити котла и пока и это одна из причин почему можем наблюдать очень долго за этой игрой мне кажется в один момент они просто уже ну допустим во внешних вышках будут скорее убивать ну героев чем пытаться кушать да но все равно знаешь когда ты видишь вот такой пик вот если вы сейчас давили каким-то образом там пока давил ну андерлорд хотя тоже неприятный грим строк до 100 и с другой стороны есть чем поспамить ну короче говоря ты смотришь на этот пик и понимаешь что пока живая котл пак пока там шейкер где-то из леса может выйти о сейчас кстати говоря в спину могут очень неприятно зайти видят пока пока кидает арбу вроде бы неплохо но сейчас шейкер ой 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 шейкер как он бахнул же есть если бы он хоть кого-нибудь убили да не хотела команду но в банку он реально жестко почти рядалка слоям у него же проблема просто что 1 2 не закачан его было еще пожестче блин да это знаешь я вот сейчас пойду и жестко бахну на кухне перерыве и никто об этом не узнает и эффекта не будет никакого и собственно говоря так же и здесь шейкер жестко бахнул ну и чего он просто потратил эхо слэм все вот грубо говоря чтобы изменилось в твоей жизни в комментировании этой игры если в этот момент и случайно пропустил мне кажется ты даже бы не почувствовал но я даже не знаю что сказать но это было красиво как минимум увидим это хороший буфа да да после 3 если он парнил даггер когда я бахнул на кухне слэм это тоже будет очень красиво но 0 импакта абсолютно эта проблема ну наверное эта проблема шейкера уже достаточно давно что да это даже не проблема скорее это баланс что это герой это не тот герой который убивает пятерых есть он влетает с них в эхо слэма он наносит серьезный урон но если кто-то не ворвется и не продолжит этот урон я хотя даже не знаю вот какие герои в доте реально могут в соло уничтожить мне кажется даже и нигме сейчас сложновато если не говорить о каких-то нереальных слотах но и него много но и стороны вправду много поселее чем шейкер но все равно мы видим что если нигме не помогают то все разбегаются на лох п предварительно дав по щам и нигме если нет никакой поддержки ну да согласен она прям полосу биггеров не может нужна поддержка всегда в каком-то супер лейте там с агонимом миднайт пульсами если настелить туда но в шейкеру вообще никак если там какой-то странной ситуации не возникла из серии брудмазер с миллиардом пауков это я к тому что вот как-то немножко отсутствует вот этот вот возможность зацепиться ведь по сути дела если бы момент когда пак с никла с никнемом налог пытался убежать на базу куда-то его бы пришел и поддержал помимо шейкера еще кто-нибудь там допустим ну кто мог лишь рак например слушай он же ведь мог много раздать урона там продлить контроль было бы жестко а так ну и в общем то к сожалению твоя правда в том что действительно было красиво и кроме как этого момента обсуждать пока больше нечего потому что даже толком вышки не могут забрать сейчас рейдинг в когда оружие занимаются тир-2 товарами один забрали идут дальше ну да уж закупай себе бкб после яша яшу взял чтобы так более быстро бегать перед операцией целей и странно что они киши рошан не били они абсолютно контролируют карту могут ошел спокойно убить и потом уже кушать замес заводка как замес звука здесь на самом деле минус таск и минус грин строк просто сделали а вот это вот это мне нравится даже больше типа забайтились навыка причем как-то очень глупо инфинити они даже его один раз не смогли убить даже если бы команда не подошла таск бы умер что ну решили так а что дальше андерлорда нашли надо срочно кастовать телепорт домой не дают ой не дают успевает ой как больно а уже все уже видимо поздно он бы имел шансы некоторые к стане он все-таки телепорт серьезно он просто нажал обычный т.п. да что-то странно играет little boy тут боссе на руне находят и шейкера пусть перед его спокойно убивают один ну да если бога стол конечно на дорожке ultimate даже после его вот у него там еще мека была стихи были он столько еще прожил мы видели мне кажется на втором ультимейте он будет а у него первый ультимейт может понимал что на первом ультимейте не успеет улететь ну не знаю ну а чё тогда ты пашку нажимал ну ты поэтому вообще эпик ультимейт ну вот платный все уже и пошел в рожпит да пора у него бкб это абсолютно сливовый рошан опа потал к сожалению для котла оттолкнуть этих ребят тяжеловато и без котла на самом деле отспамливаться не так просто а урс уже рошана почти забрал что неприятно ну да и теперь наверно спокойно забирать внешней вышки т2 боти уже упала а вот пост правда не за команды дайрон нижний могли бы еще за контроль все чтобы заряжать по xp оппонентов ну я думаю сейчас будут просто спокойно поджимать внешне это два вышки потом даже старого рошана наберут побольше денег и закроют игру вот тогда теория может быть на практике понятное дело заслужив по разному да мы увидим еще один коронный ультимейт от эр шейкера как он бахнет и уже выясним убьет он теперь поможет ему команды или нет ну тем временем идут дайр пульс спокойно топ т2 собирается уже в четвером и грим срок доходит просто не вот они странно так тройку бегут можно собраться разбирает зачем он вышку не добил можно создать силы на хэграунд оппонентов они же видят что оппоненты там кто-то в боте кто-то в миде там пак был может быть просто спокойно стыдных играм чтобы туда тп так в итоге вообще если никто не дает тп все дальше сплетают линии и просто бегают инфинити да по карте почему не побежать вниз через диагонали еще уж совсем играя с аркейн рингом там а ну да у них такое ужасный второй тир выпал курсе я даже ничего не взять хотя бронхендал наверно строго поинтереснее будет чем кольцом взялся китала себе дома на регена ман реген у него бф да он там с маной делает непонятно да можно было взять поинтереснее что-то может быть все понимаешь надо быть командным игроком и баф команду на моря тут тасик что-то кидает туда-сюда в этот момент вк на миде но даже не знаю нападать на вк с дд и с реинкарнацией я бы не хотел и с энджем вк так на самом деле нормальный такой ну урс конечно очень много имеет слишком много в как что-то набрал хотя бы в игре ему дали фармить тройку он в итоге на фармил рейдер очень поздний к тасик умирает к нему бегут тут как-то стянуться что-нибудь сделать кстати нормально нормально тасик красиво забайтил шейкер все уже точно должен умирать шейкер по моему не умер слушай нифигасе он фласку нажал мне слишком много я уже думал все выживет но он лишака спас тем временем реинкарнацию звука выбили кстати говоря и уж нажимает bkb выкактивирует dd очень интересный ход но кстати говоря курс еще могут первый раз попробовать забрать он использует энрейд чтобы мы не били лицо надо сессию донести реинкарнацию выбили но и bkb потратили реинкарнация 2 откатит ну не быстро и немедленность где его против урса пока почти кстати говоря дали шаг все ходят боковой пусе его принципе тоже хорошо надо просто главный позицию хорошо держать поиски усовы лет более себя заявить но с другой стороны и он не очень хорошая вещь против андерлорда ну да а с боковой так вот там без реинкарнация решил спуститься с горочки спускни туда вот кто с горочкой спустился и получил иногда хочется выйти за рамки дозволенного в трансляциях южной америки но к сожалению нельзя может быть и к счастью так курса тоже хочет выйти за рамки дозволенного но на самом деле куда он бежит он думает что он чувствует кто-то здесь был кто-то здесь был пытается его найти не получается ну и просто покойного пуши линия вот сейчас может и шака это сейчас и найдет и сзади шейкер подходит и а егеса падает через 38 секунд там пак умер до тайминги вообще не те шейкер с лешаком сидят по паку убили фото осталось может быть рекой нить кого-то да что-то как-то безвыходно выглядит и или какой-то потенциальный убийство спирита да и уж и вдвоем в спирит идет делает телепорт андерлорд тоже может авиадуру уже здесь заходят с катапульты начинают бить вышку айдис 80 сейчас упадет уже можно пробовать когда убить там бывает к вам заход он игрался взял все алибарду на пока против си потенциальный но очень очень хорошо бы вот такой играет на миссы это билдус работает против ренджей коров обычно то что льва ночи не работает тем более отлучился и и ультами так ну вот пока пошел у него есть реинкарнация из ужаса выбивают пока башку а егеса уже нет дарю уже наступать катапульта миссует когда пульта разваливается андерлорд нажимает шейкер великолепно просто это топ-10 неудачных моментов жесть конечно не душе керу чувствует да как ультовать во много людей а он не знаешь он чувствует как ультовать чтобы там компьютер сгорел может быть у него у его команды у оппонентов что было красиво чтобы было красочно чтобы вот этот вот звук но при этом толку опять же нет как ни странно прозвучит но ультовать во много людей на шейкере это вообще не главное в нынешней мете иногда достаточно вот особенно учитывая наличие шарда просто дать хорошую фиссурку и по ней по барабанить нож шарт у него есть шарт у него есть до баха это 0 ты конечно просто жесть может быть если это будет 2 ультима это все прям еще почнее соберутся не зря имеет мастер тире на тире на есть научился хороший ультима это выдавать вообще дарка уровня имеет он реально если мастер тир можно просто там взять играя как угодно то чтобы арканы набить нужно много с ультов убивать так что действительно бахает он царский причем там неважно выигрываешь не выигрываешь главное делать убийство с ультимейтов но кстати говоря в этом плане у него не очень получается потому что он ничего никого не убил команда просто не доигрывает не помогает он расстроит нужна помощь играет один бараб и рейдж и отходим этот маляк ну да инфинити надо спокойно 2 рошан дождаться и уже уверенно стояги самозапасы накрывать игру так можно и не рисковать они хорошие там я выбираю стягивают по карте чина север очень хорошие для усы наконец хоть что-то туда все еще сию решил что-то не добирать и это хорошо выглядит тем более он увидел что али барды очень не станет к бы против миссов тоже тоже нормально то просто понимаешь ты у него просто такой гигантский network что он вообще любой артефакт если купит это будет может быть скажем так может разниться импакт этих артефактов то что у него просто плюс 7000 делает из него просто сильнее героя с любым артефактом у него еще оверлайл такой большой или 21 счет того что он так очень быстро все фармит вот когда дают фрилейн дурцы он и реализует его тем более у парня платина вурса видно очень наверно знаешь что надо делать ну и по игре видно что нужно что делать он спокойно фармит пока команда и так 4 на 5 убивает спокойно потом подключается и и уже заведет команду вперед две минуты до 2 рошана долгий таймер выпал бкб на 8 пирте делается ну хорошо да берем пол не догоним на на паке еще 2000 ему надо догоним на dream coil а поэтому мне кажется он может успеть до фармить после 2 рошана и уже использую как-то на дифференсе как граунда но им нужно именно и чтобы пак хорошо ультанул и ес королевский пошли пошли поехали минус тасс так тут войт спирит кстати хорошо себя подъюлил войт спирит от стану перемешав пока б м счет бкб и против курса не работает урса бежит курсу отрезали хорошо кстати Karlmente переводил войска 7 этапой애 2 получка это первое такого дня до рова юрса улетает underlord тоже хочет улететь что делать будете ничего будет спирит возвращается s Tai Duo да 13 тысяч отставания как-то очень хорошо крым эти подрались или очень неуверенно и фиде вот я хотел сказать они как-то зашли так и не добили ли шаг к тут не добили он в итоге сделать мкб не обессал вот был бы у него допустим и обессал мы смог вот до контролить добить короче не хватает контроля просто убить кого-то и вот это и уезд очень раз очень хорошо тимой твой дом вот тогда он выдает точный у тимой хорошая да просто хорошенький но я думаю пасе урсу добил я думаю там очень близко проблема этого с мне кажется потому что он все делает почти вот когда наконец-то у него будет не почти а что-то реально действует хорошая фисурка отгородил пока все еще с информацией мы подальше на базу отступить чтобы он остался в живых а то питоф мали здесь держат и ремнант и опять питоф мали сдерживающий такой трим койл о ее его качество 2 раз убивать но его часто не пробить особо 20 стик там имеется шейкеру не дают ворваться хотя хоть 40 стиков было бы у него шейкер битва против тасика неравная то есть пытая шейкер пытается убежать на его привязали к лешаку он очень хочет убежать мое такое возможности не дали лешак щита какой-то просто газ мяс на базе произошел ваши комментарии оверфарм делать свое дело спокойно заходит убивает и фрис не потерял первую жизнь а ну и потом это очень сильно до против растинга да и вот пить вообще и против пакта хорошо и против растинга решают без бкб очень сильно страдает там стран вообще что после первой густы в рискинга ну просто потерянутся густо вообще убежал у него там было пять секунд бокового спокойно ждать не при файдера дистанцию давайте убить ну он в принципе что-то подобное сделал ну да да целого так и сделано чтоб на вернулся убила что понял рейтинга до версинки может жить кривли усы на самом деле это уж она очень огромный тем более он мкб купил у него там куча дэмэджа стакает это было прямое включение нашего корреспондента с места событий джи джи эс возвращаемся в студию и здесь тоже он но я не знаю как еще развлечь себя во время этой игры мне очень сложно на самом деле потому что я смотрю как медведь доедает одного за другим и никакой интриги причем инфинити смотрелись изначально лучше о смотри щас грим строк всех убьет вам 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 вот это да офигеть в целом когда они уже потеряли да и топ уже почти потеряли могли уже ггц но хотят еще поиграть это такая отличительная черта южной америки долго играть я не знаю я тут видел игры где афк вставали ребят и писали ггн 12 я не думаю что это черта южная америка отличительная была дисбандиться после первого поражения но тут просто все-таки нужно понимать что на кону 15 тысяч долларов да и не получить их за то что просто фарфейт на все матчи не хочется поэтому играю до конца не расстраиваются 14 тоже неплохо будет лан пока есть первая игра во второй что-то будет получше но здесь уже абсолютно невозможно все разваливается ну ка шейкер ба ты посмотри он опять никого здесь без негатива к шейкеру как тут кого-то убить да нет вещей и на сайте встала молодец игре вот он единственное что дело призвать прямо вот реально хорошая да ему не всегда не хватало но тут скорее вопрос команды команды просто нет который что-то тоже сделаем как-то его игра была очень даже на высоте по отношению к другим его тиммейтам добрая спать 3 на 5 убивать рука первая жизнь здесь пока байнула себя просто ждешь сожжет хороший ультимейт от ускара выка не может уйти сердце еще на другого перепрыгнула наконец-то поняли что наверное это карту и мне выиграть у меня рука поднималась сцене с камерой камеры и все что у вас будет это составка победы инфинити спортс в этой потрясающей 34 минутный 56 секунд на игре завершающее слово скажет мой уважаемый сукастер ggs так ну что принципе первая игра как оказалось фаворит выигрывает у нас будем ждать вторую надеюсь на хороший пик рюмейтс или интриги скорее всего мы не увидим вот то мои мысли вас первой карты такие это были мысли ggs после первой карты мы уйдем на перерыв вернемся ко второй это были выиграли и Продолжение следует...